дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фиген life 7 10 марта время 20 часов киеве 21 час москве и мы проводим очередной стрим на нашем канале назвали его американоцентризм а американоизоляционизм но второй термин звучит немножко длинно коряво но и не меняет поэтому мы сегодня об этом будем говорить с нашим гостем нашим товарищем санислав александр белковский а за как взаимное всех приветствую ну вот прямо перед тем как мы перейдем к теме у меня короткое буквально сообщение если кто следит буквально в пятницу стартовал наш проект по альтернативным выборам мы вместе со специалистами провели эфир если кто его не видел отсылаю к пятничному эфиру на моем канале по поводу платформы фигина life на которой собственно собирались проводить выборы естественно никого не регистрировали ничего не делали и утром в воскресенье уже роскомнадзор прислал в appstore американский документ о том чтобы на территории россии наше приложение было заблокировано его тут же заблокировал appstore так что в россии приложение по выборам недоступно она доступна в других юрисдикциях кроме россии ну и соответственно ждем что google сделает то же самое скорее всего с высокой степени вероятность мы продолжим припираться с marketplace ами но ничего здесь не поделаешь так что для того чтобы не дезинформировать никого тестирование продолжается на предмет безопасности приложения естественно никто не регистрируется там нет возможности доступа регистрироваться по паспортам мы еще несколько недель будем его проверять ну и будем что-то решать с appstore и соответственно play market но пока еще насколько я понимаю в гугле на базе android ваш смартфон приложение доступно скачивайте как можно быстрее в моих аккаунтах социальных сетях в группах где фигин лайф вы можете увидеть сайт и два приложения которые доступны ну а за пределами российской федерации естественно недоступны это короткая информация дальше мы по этому поводу в течение следующей недели пройдем отдельный эфир что касается нашего сегодняшнего эфира то естественно предпосылкой для разговора является приближающиеся выборы меняющиеся в пользу трампа выразимся пока осторожно аккуратно ситуация на этих выборах потому что основной его конкурент ники хейли кандидата республиканской партии на номинацию точнее на республиканском съезде она сошла с дистанции разные разговоры ходят относительно и возможности участия в качестве третьего кандидата или еще каким-то образом а влияние на ситуацию но тем не менее именно так обстоят дела и в контексте глобальной политики и и обвинений трампа в том что он пытается доктринально изменить позицию соединенных штатов как лидера западного мира о том что хочет уйти из европы и чуть ли не развалить нато уйти из европы в смысле обеспечения ее безопасности вообще так сказать дезвуировать позицию сша как основного союзника украины войне и так далее то есть это все в общем выдвигает очень важный вопрос который мы хотели обсудить потому что мы ряд эфиром кстати сам александровичем разговаривали об оппонировании американо-центричному миру со стороны путина что это его такая некая доктринальность насколько она вообще уместна к безидеологическому лицу такому как путина может эта идеология начала появляться и в контексте этого так сказать можно рассмотреть вопрос о том какой сложится американская политика в случае победы трампа ну или каких-то глобальных изменений которые приведут к диверсификации или какой-то инверсии есть хотите этой этой позиции слово тебе что ты думаешь действительно ли за всем этим противостоянием республиканцев демократов трампы элиты вашингтонской стоит как раз доктринальное изменение роли сша в большом мире почему потому что кстати я скажу трамп хвалится что в первую свою каденцию 16-20 год он не начал ни одной войны текущие войны шли но он не начал ни одной войны вот что ты думаешь я думаю что какие-то жесткие выводы делать как минимум рано и в отношении победы дональда трампа да конечно республиканская номинация уже у него в кармане и пока он по общенациональному рейтингу обходит байдена но об они так или иначе не преодолевает барьер 50 процентов то есть значительная часть американцев не хочет видеть президентом ни того ни другого по разным причинам байден слишком стар и уже поэтому не эффективен понимание значительной части электората а трамп просто опасен и собственно этом и будет строиться компания против трампа ведомые демократами то есть это некий приблизительный аналог российской компании бориса ельцина образца 1196 года что да конечно там ей не ельцин человек не молодой и пьющий но реставрация коммунизма еще гораздо хуже нечто подобное будет и на этих выборах и в этом смысле джозеф байден уже дал понять что да конечно он старый я старый я супер стар как говорил в анекдоте леонид ильич брежнев но кто же спасет америку от трампа у него миссианская задача и поэтому все остальные параметры процесс на этом фоне обсуждать как бы неудобно тут надо трампа спасаться как раз если этот мощный старик только в состоянии это сделать то значит надо делать ставку на него я не пока не вижу вариантов при которых джозеф байден не будет платироваться демократической партии а в случае по собственному же это возможно только если он сам так решит а пока что не видно никакой готовности с его стороны так решить тем не менее разумеется что да поэтому высокий антирейтинг трампа то есть большая совокупность американцев которые считают его опасностью угрозой для основ основ американского образа жизни государственности в том числе тотального доминирования влияния америке это один из факторов который может помешать сорок пятому президенту стать сорок седьмой хотя разумеется на сегодняшний день вероятность того что трамп займет белый дом достаточно велика просто еще мне кажется окончательные выводы делать рано как рано делать окончательные выводы о том что же он будет творить на посту президента изменит ли он существенно глобальную доктрину америки потому что тогда в 2017 21 годах этого не произошло то есть были точно такие же апокалиптические прогнозы отчасти построены на его же заявление а надо сказать что дональд трамп абсолютно следует принципу язык мой враг мой он все-таки будучи шоуменом гораздо гораздо больше степени чем классическим американским политиком часто позволяйте высказывания которые в этом карточном домике считаются недопустимым вот я помню например так как один из журналистов во время ковида 19 опубликовал очередную разгромную книгу про трампа и было несколько о том что дескат трамп вообще не справляется ни с чем и руля америки находится человек глубоко непригодный для правления функции президент сша и вот что этому журналисту там прямо сказал что нет он не недооценивает опасность ковида 19 но специально ее приуменьшает публичных выступлениях чтобы не порождать паник это высказывание трампа было использовано как доказательство того что это крайне сомнительный персонаж который совершенно не понимает что делать на мой взгляд это свидетельствует ровно об обратном прекрасно понимал что панику сеять не надо и собственно паника индуцированный психоз это один это с одной стороны важнейший фактор перед той самой перегрузки системы здравоохранения о которой не говорил только ленивый который была обоснованием карантин при этом мировые литры не заметили собственно они и создали эту панику которая породила перегрузку системы здравоохранения с другой стороны сам эмоциональный и гормональный план ситуации паники ведет к крайне неблагоприятным последствиям как социальным так и непосредственно в части здоровья населения прошу прощения за этот пошлый термин поэтому трамп на самом деле сказал абсолютно разумную вещь просто нельзя было говорить это она не относится к тем высказываниям которые может использовать классический американский политик тем более такого вот дональд трамп не всегда это понимает или и кроме того на поскольку для всякого шоумена опять же важен принцип ради красного словца там не пожалею левого яйца он просто может ляпнуть все что угодно в ситуации когда он видит что это привлекает к нему дополнительное внимание потому что главная миссия шоумена до еще классического истероидного типа личности которому относится дональд трампа привлекать себе внимание любой ценой да зачастую ценой весьма рискованных высказываний с неоднозначными последствиями в том числе для него самого ну и для америки и всего мира кольского америка главная глобальная держава тоже главное единственное на сегодняшний день или например вот сейчас вырваны из контекста абсолютно солится постоянно тема что трамп будет стимулировать путь нападать на европу он говорил вовсе не это на мой взгляд я внимательно изучил текст он говорил что нужно принудить он он должен принудить европейские страны партнеров сша по нату по увеличению военных расходов до двух процентов ввп а если кто-то не сделает то останется стильным один на один и трамп ни за что не ручается в итоге так и получилось как там говорил так и вышло да и в итоге сегодня судорожные и лихорадочные европейские партнеры сша по нату повышают военные расходы двух и даже больше процентов ввп больше уже до четырех сегодня это не вызывает никаких вопросов вот тогда в те трампистские годы по этому поводу стоял вселенский стон и президент франции мануэль макрон говорил о смерти мозга на сегодня надо именно то что завещал ему старик трамп во время своего первого президентского срока и никто по этому поводу не стонет просто все звали поблагодарить старину дональда за то что он предупреждал уважаемых партнеров о необходимости это сделать вот например наконец или например джозеф байден все тот же заявил тут на днях что если конгресс примет закон о запрете тиктока и тикток не перейдет под контроль какой-нибудь американской корпорации типа google или microsoft значит он его подпишет именно это предлагал трамп во время своего президента ровно или значит заставить китайскую корпорацию байденс который принадлежит тикток продать на территории сша в этот момент это только ленивый не поучаствовал смешанные трампа с грязью сегодня это мейнстримная позиция американского истинно тогда же надо сроки было много разговоров о том что трамп уже тогда должен был прекратить военную экономическую помощь союзникам отозвать американские гарантии безопасности я помню в начале 2017 года на самом на самой заре правления трампа металлический американский министр обороны джек мэттис попросил бешеный босс отправился в сиул южную корея была первая поездка и огромное количество сми в разных изданий в разных странах мира вышли с заголовками о том что вот сейчас приедет мэттис и южная корея останется абсолютно беззащитно перед тоталитарным режимом интер и его союзник во главе с китая потому что сша все в общем все похеме вот мэттис приехал в силу и подтвердил все обязательства сша перед южной кореи предложил некоторые варианты расширения сотрудничества военной сфере чем родил форум подвину сенса поэтому ничего наконец то то правление тот форум дональда трампа увенчался соглашениями авраламом между израилем с одной стороны бахрейным объединенными арабскими эмиратами с другой потом этим соглашением присоединились марокко и частично судан я думаю что любой американский президент кроме трампа был бы выдвинут за это нобелевскую премию мира потому что это вдающийся позитивный результат международной политики и политики безопасности но это уже это уже оспорить даже не удалось поскольку там интересы израиля евреев а против них никто не станет сильно открывать рот даже движим и будучи движим благородной целью в очередной раз значит очернить дональда трампа поэтому если мы анализируем не пропагандистское облако вокруг политики трампа тех времен на то что он реально делал то ничего революционного смысле смены миропорядка он не делал то что он встречался владимир путином хельсинки и тоже только лениво не сказал что путин выглядел серьезнее убедить не трампа он его чуть ли не унизил трамп позволял себе какие-то несоразмерные комплименты владимир путин я помню все рассуждали о том что там чуть ли не путинский ставленник и агент и было сеттерли-найт-шоу где дональда трампа играл алек болдин и вот я помню прекрасно не имел никакого отношения к реальности но было очень смешно и талантливо сыгранное сделано безусловно и алек болдин я помню там он играл трампа значит перед рождеством там у них значит в гостиной их общего дома милане трамп появляется путин с голым торс да да известно и значит трамп спрашивает меня милане трамп спрашивает не опасен ли это человек что нужно делать человеком которого ты практически не знаешь и который появляется в твоем доме что жениться спрашивает трампу по милане вот чего путин долго рассуждает о том как мы сейчас снимем санкции и они с трампом говорят и в качестве рождественского подарка оставляет дед мороза рядом с интернет роутером американского президента нет как элемент искусства это замечательно и очень забавно но на самом деле никаких реальных шагов навстречу путь на трамп не делал санкции при нем только ужесточались именно трамп то собственно заблокировал строительство северного потока 2 который джозе бейт потом разблокировал да конечно в качестве подарка германии скорее чем кремлю но и кремлю тоже на результате и в общем де-факто трамп действовал весьма жестко как кремлевский агент другое дело что он не не разменивался на всякие вот территорические выпады в адрес путина который не приносит никакой практической пользы зато очень сильно раздражают кремлевского тирана и настраивают его на деструктивный лад а путин говорит что когда байден говорит что путин сукин сын ну так сказать наверное как многих это радует в мире но это не улучшает ситуацию и ухудшает а трамп прекрасно понимает что такого человека именно диктатора привык словословие и лезть и не мыслят свою жизнь без них надо душить в объятиях скорее чем осыпать оскорблениями тогда добиться от него прямо или косвенно можно будет гораздо больше от меня получился некоторый панигири к трампу к чему я вовсе не стремился потому что хочу оговориться что вот эта энергия мести на которой строится нынешняя компания трампа мы придем им всем отомстим мне не нравится я не считаю что энергия мести это правильное топливо для политического возвышения независимо от взгляда в политику но я не чувствую меня нет ощущения что дональд трамп все кардинально изменит отсюда америка уберет и обрушит американо-центричный мир еще и потому что американо-центричный мир это вовсе не система не только и даже на сегодняшний день не столько система отношений белого дома с правительствами других стран в любой сфере включая военных это система доминирования американских ценностей и технологий самых разных смыслах словно илон маски чуть не меньше источник америка из всевышен в в констатирующей части есть немало справедливых. Действительно, во-первых, миропорядок не будет, прежде чем он будет меняться. И в связи с технологической революцией, и в связи с тем, что сетевые структуры приходят на смену иерархическим. Конечно, не полностью их отменяют, но существенно теснят. И это в итоге приведет к тому, что традиционное государство вообще не будет играть такой всепроникающей, всезаполняющей роли, как прежде. Именно поэтому роль США как государства тоже уменьшится. Но роль США как поставщика образцов и примеров, особенно в технологической сфере, не уменьшится. Просто можно поспорить с тем, что эти примеры не будут применять в США. Что мешает Илону Москве приехать на родину в Южную Африку, если он разругается с политическим руководством США? В принципе, ничего, кроме одного, что настоящая база экономическая и реализация больших проектов есть в США. А за пределами США это все дело абсолютно не так здорово. В таком масштабе ее нет ни в Европе. И поэтому по-прежнему Соединенные Штаты. Остаются магнитом, притягивающим миллион, многие миллионы людей со всего мира, которые жаждут самореализации в современных отраслях экономики. Нас уже почти 14 тысяч смотрят и около 4 тысяч поставили свои лайки. Я вам недостаточно. Если есть возможность, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно поставьте лайки, те, кто уже присоединился к эфиру. Это было бы очень для нас полезно. Обязательно подпишитесь на канал Феген Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео есть по ссылке. Можно пройти по имени Станислава Белковского и подписаться на канал. И там же есть и в описании анонс очередных эфиров. Станислава Александровичу, я просто лучше тебе рассказать. Да, сейчас у нас две премьеры. Рома, сегодня состоялась премьера очередного праздничного к 8 марта эпизода проекта ОМГ, который мы делаем с профессионально-протестантским проповедником Питером Залмаевым. Он называется «Женское правление и гибель богов». А на днях, точнее в четверг, будет премьера очередного эпизода проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Промченко. Так что прошу любить и жаловать и подписываться на канал Белковский. Прекрасно. Значит, в чем, собственно говоря, во всех резонах, которые звучат в твоем описании деятельности Трампа, хоть и эксцентричного, но в общем и целом очень расчетливого политика, есть вот аспект, который действительно выбивается. Это, собственно, Украина. При том, что в период его с 16-20 год принято считать, что именно он начал поставлять летальную сброю, так называемую, да, там первые, так сказать, джавелины, еще что-то. Тем не менее, я бы сказал, в условиях, когда есть низкоинтенсивная война, то, что происходило с 14-го года на территории Украины, когда, значит, из Донбасса позиционные шли бои и так далее, там в линии ООС, все-таки в условиях масштабной войны это уже не канает. То есть ты не можешь безучастно говорить о том, что мы тут за 24 часа договоримся, то есть решим судьбу Украины. Тем не менее, она эта позиция, даже если она не такая в натуре своей, то есть реально не такая, она выглядит как антиукраинская. Еще раз подчеркиваю, а слова имеют большое значение, когда война уже масштабная, на такой низкой интенсивности, когда действительно гибнут десятки, сотни тысяч людей, слово убивает. То есть ослабление очевидное, потенциальное со стороны главного союзника поддержки Украины, а у этого есть прямая отсылка к, например, сдерживанию тем же Джонсоном, спикером Нижней Палаты, Палаты представителей, вынесения вопроса о помощи Украине уже вот три месяца, причем под давлением именно подконтрольных. Небольшая такая группа трампистов внутри Палаты представителей Конгресса США. Это уже как бы не смешная, а вполне практическая сторона вопроса, которая вроде как из слов конвертируется вот в подобного рода решения. И Москва же экранирует, она же, ага, им не дает 60 миллиардную помощь, так мы будем на Авдеевку сильнее давить, что они и делают. Гибнут солдаты, там обстреливают с территории, там в Одессу убитят шахеды, убивают детишек. Так что тут такая штука, что он, может быть, сам себе не отдает отчет, как его слова убивают реально людей. Я понимаю, что это звучит несколько притянуто, но война, она такое любит. Она притягивает слова к бомбам, она притягивает слова к жертвам. И вот здесь как бы, ну не знаю, какие находятся оправдания его маневрирования. Вот вопрос. Здесь я готов согласиться с тем, что появляются как раз деструктивные стороны характера Дональда Транпа, которого не любят, в первую очередь за то, что он совершенно антисистемный политик. Так нельзя. И многие вещи действительно делать нельзя. Как, опять же, классический шоумен и стероид, он зачастую не несет долгосрочной ответственности за то, что говорит. Это мы уже сегодня обсудили 10 минут назад. Ради красного словца может ляпнуть все, что угодно. Потому что он заключит войну в Украине за 24 часа, я практически уверен, да и не только я, об этом обсуждают многие солидные американские аналитики, что никакого плана у Трампа на самом деле нет. Конечно. Он действует по принципу, об этом я подумаю завтра. Выиграют президентские выборы. Тогда и начнет думать в плане о прекращении войны в Европу, хотя общая доминанта Трамп очевидна. Это по максимуму загрузить Европу украинские проблемы и уменьшить степень увлеченности США. Потому что он все равно не устает, неустанно будет делать все, если победит. Чтобы расходы и всякие усилия Европы максимизировать по стабилизации ситуации с безопасностью в современном мире. Европа это хорошо понимает и нельзя сказать, что для Европы это однозначно плохо. Потому что, конечно, Европа вспомнила, что ей нужно уметь себя защищать. И не только в военном смысле, но и психологически, поскольку, естественно, во всем везде и во всем психологии. И в ситуации, когда большая часть избирателей, особенно молодых в современной Европе, ясно говорят социологам, что они не собираются идти воевать за свои страны, это, разумеется, приободряет это, говорит, не Трамп, это европейские избиратели. Тут в этой ситуации надо что-то менять. Потому что, может, сбежит ситуация, когда действительно путинские танки могут зайти в любую европейскую страну, и эта европейская страна в какой-то момент скажет, ну и бокс. Собственно, если все уцелело, если вся инфраструктура уцелела и великие памятники архитектуры не пострадали, то им все равно стоят на путинские танки наши территории или нет. И то, что Европа сегодня должна на эту тему рефлексировать, щипать себя за все места и вспоминать, что так нельзя. А ведь, собственно, после Второй мировой войны случилась демилитаризация Германии, а после Третьей мировой, то есть в годной войне, радикальной масштабной демилитаризации всей Европы резко сократились. Прократились вооруженные силы, в том числе, кстати, и в Германии. Они сократились в разы. И в плане личного состава, и боевой техники, и вооружения, и все бог. Потому что никто не ожидал этой войны. И даже в этом смысле угроза Трампа, независимо от того, не преувеличиваем ли мы ее, скажем так, не преувеличиваем ли мы угрозу этого изоляционизма. Я думаю, что преувеличиваем ее, преувеличивая уважаемая оппонента господина Трампа, чтобы сделать его абсолютным злом. И так сформулировать главную интригу президентских выборов 2024 года. Битву добра со злом, в которой нюансы не важны. Не важно, страдает Байден деменцией или нет. Он все равно вредноситель идей добра, а его оппонент зла. Но то, что Европа, сам призрак Трампа заставил Европу взбодриться, это очень хорошо в том числе и для Украины, потому что Европа понимает тоже, что если Украина проиграет, то вероятность переноса боевых действий на европейскую территорию существенно возрастает. И даже если мы сегодня преувеличиваем вероятность того, что Путин пойдет в Европу, там такая вероятность есть, но не очень большая на сегодняшний день, все равно эти преувеличения в данном случае работают на то, чтобы Европа была более стойкой, была более уверенной в себе и готовилась к негативным сценариям в качестве вполне возможных. Но да, Трамп, так сказать, что касается, в данном случае сказывается классическая безответственность Трампа-шоумена в отдельных его высказываниях, его нарочитое стремление привлекать внимание любой ценой, о чем мы уже говорим. Но что касается финансирования Украины, здесь на самом деле трампистские идеи не так уж плохи, если в них разобраться. Да, идет речь о сокращении, вот чем занимается Майк Джонсон, про трампистский спикер, палат представителей США, Конгресса США, объявлено об альтернативном варианте проекта помощи Украине, где сокращается сам объем помощи с 60 миллиардов долларов до 49, и при этом военная помощь будет предоставлена в качестве гаранта, а не военная в качестве кредита под залог арестованных на территории США российских активов. В числом виде идеи Трампа, которую он изложил еще пару месяцев публично. Нет оснований сомневаться, что это именно его творчество и отражающий его стиль мышления в принципе. Он же бизнесмен, и все прочее. Девелопа. То есть основные, да, ну как раз основных успехов он дарился в шоу-бизнесе. Ну, я и не спорю, да. Это результат его деятельности в девелопменте, скажем так, изменился. А он же банкротил много раз. Однозначно, да, неоднократно проходил через процедуру банкротства. Хотя сам масштаб, безусловно, всегда завораживал. То есть даже, когда Трамп был банкротом, он был очень крупным банкротом, о котором все равно знал и говорил весь мир. To break through fall, что называется. Но сам факт, что замороженные активы РФ могут быть использованы как обеспечение для кредитов, предоставляемых Украине, означает фактическое признание, что эти активы должны быть направлены на восстановление Украины. Потому что иначе как же их можно использовать в качестве залога? В этом смысле этот проект имеет достаточно выигрышную и благоприятную для Украины сторону. Хотя, разумеется, ты абсолютно прав в том смысле, что внесистемность Трампа, его неумение фильтровать базар, я прошу прощения за этот политологический термин, оно нередко наносит ущерб Украине и вообще ситуации с безопасностью в Европе. Хотя, разумеется, во всех таких ситуациях Трамп борется с Байденом из-за своего возвращения в Белый дом, который тоже для него является вопросом жизни и смерти, что в политике всегда плохо. Все-таки демократическая политика тем отличается от тоталитарной, что в ней переход руководящего поста из одних рук в другие не должен быть вопросом жизни и смерти, а должен быть в любом случае достаточно компромиссным вариантом, при котором выборы не заканчивают, выборы не стигра с нулевой суммой, где один полностью громит и уничтожает другого, а все-таки так или иначе некие телодвижения, при которых кто-то выиграл, кто-то проиграл, но это не означает, что проигравшая сторона исчезает, а выигравшая забирает все. Ну, это всегда было неким, как бы сказать, неизменным континуумом американской политики, в которой нету терминальной правоты, ее нету терминальной, ну, понятно, бинарность двухпартий, там, двухпартийная система особенно этому способна, но в целом нет такого политика, приходящего к власти в силу его конечности, да, поскольку 4-4 года, второй раз 4 года и все. Ты не можешь оставить истину за собой в последней инстанции в масштабе, что должно быть только так и никак по-другому, что должны быть там преемники, вот это вот чисто русская такая история, да, и поэтому, конечно, Трамп... Русская история авторитаризма и авторитаризма вообще. Ну, в принципе, да, но просто масштабы сопоставимы, Америка и Россия, это все-таки гигантские территории, гигантские истории, гигантские нации, ну, история не в смысле двухсот лет, американской истории, а политического масштаба истории, да, вот как за 200 лет можно пройти от индейцев до ядерного оружия и орбитальных космических самолетов, то есть я вот в этом смысле пионерии, значит, масштаба и масштаба самого американского чудо, но вопрос заключается вот в этом же, да, вернемся к этой внесистемности, вот конец каденции Трампа ознаменовался штурмом Капитолия, мы все это видели, наблюдали в прямом эфире, ну, тут как угодно можно это интерпретировать, там, то ли штурм, то ли это, значит, проявление демократии, но американский закон достаточно однозначный, и суд в этом смысле поставил оценку, да, дал оценку, есть люди осужденные и так далее, это логично, в стиле проведения, осуществления Трампом своей несистемной политики, он и не мог закончить другим, а что готовит будущее, да, то есть приход Трампа или недопущение Трампа в ходе ноябрьских выборов, можно ли представить степень поляризации американского политикума в такой степени, что это, ну, как многие говорят, доведет до гражданской войны, не знаю, наш с тобой знакомый общий, значит, мой друг Гейдар Джамаль, покойник, кстати, прогнозирует, что этим все и закончится, надо отдать должен его провиденциализм, например, войну с Украиной, он написал чуть ли не в мельчайших деталях, кстати, вот, и много каких еще процессов, и в том числе, которые дали старт в Америке, несмотря на некий конспирологический элемент внутри его теории, вот это, масонерии, там, клубах международных, но тем не менее, действительно ли трамповское правление на втором разе, на его камбэке таком, да еще реваншистском, может привести к такой степени поляризации, и какое место в этой поляризации вплоть до может иметь значение доктринальности американоцентризма и американоизоляционизма, ну, или его интерпретации, как это видит Трамп, там, мага и тому подобное. Вообще, успех Трампа, да, ведь, когда он проиграл Джозефу Байдену тогда, в 2020 году, мало что говорил о возможности возвращения Трампа в Белокол. Абсолютно. Он был абсолютно реактуализирован в последние годы, и это отражение действительно деструктивных процессов в толще американской политики и общественной жизни. Во-первых, кризис самой двухпартийной системы, поскольку партии уже не представляют какие-то целостные идеологии, отражающие действительно взгляды половину населения США. внутри партии существуют очень разные идеологические платформы, и нередко эти платформы смыкаются с крайностями в другой партии больше, чем с какими-то мейнстримными взглядами в собственной. И не секрет, что партийная бюрократия и старый эстаблишмент республиканской партии в общем против Трампа, а радикальное крыло демократической партии, в частности те, кто поддерживал в прежние годы сенатора Берни Санберса под ознаком Берни Орбас, нередко предпочитают Трампа Байдену. Потому что истинный смысл происходящего в том, что в чем сила несистемности Трампа? В утрате доверия к системе. Есть сериал «Карчный домик» мой любимый, и многие другие менее мощные, но вполне точные голливудские продукты на эту тему показали это. Что вашингтонский истеблишмент в очень значительной степени себя дискредитирует. И все, что направлено против вашингтонского истеблишмента независимо от идеологической составляющей, а тем более всяких аспектов и нюансов второго-третьего порядков, это приветствуется очень многими, тоже независимо от взглядов. То есть и правые, и левые, те, кто не доверяет Вашингтону, те, кто видит в Вашингтоне тотальное лицемерие и несоответствие реальных дел лозунгам, тот поддерживает Дональда Трампа как именно человека, бросившего вызов этому истеблишменту, глубинному государству, пытающемуся Трампа съесть и уесть. Потому что есть еще помимо высокого антирейтинга Трампа, который никуда не делся, несмотря на растущий рейтинг, существует еще и проблема многочисленных судебных разбирателей, в том числе по уголовным делам. И что еще грозит Трампу? Как показываются логические опросы, если он все же будет признан виновным по одному из уголовных дел, пока этого сейчас нет, пока он проиграл только несколько гражданских исков, что, разумеется, наносит большой ущерб ему финансовый. Он вынужден сейчас платить крупные штрафы, измеряемые пока десятками миллионов долларов, носить залоги за судебное решение и выбрать очередной залог уже там достигает, по-моему, еще он пока не внесен, но это 500 миллионов долларов, а поскольку Трамп человек состоятельный далеко не Джефф Безос или Илон Маск, для него эта сумма весьма крупная и они могут подорвать его кампанию. Да, каком-то социологическом исследовании показывают, что определенная часть тех, кто готов голосовать за Трамп, откажутся от такого действия в случае, если он действительно будет признан виновным в уголовном преступлении. Поэтому это тоже фактор, который может помешать ему вновь занять белый дом. Но, тем не менее, антисистемность, его здесь она стоит выше идеологии. Это отрицание этики и эстетики современного Вашингтона. Что, собственно, почему Трампу так радуются оппоненты американо-центричного мира во всей планете Земля? Потому что вот он против официального Вашингтона. Независимо от того, принесет ли президентство Трампа какие-то блага и дивиденды тем, кто аплодирует ему сегодня из-за пределов Америки, вовсе не обязательно, что принесет. Но сам факт, что вашингтонский эстеблишмент с его высокомерием и лицемерием получит по морде, вот это очень многих радует. Радует, в частности, Путина. Поэтому, кроме того, торжество трампизма это есть ответная реакция на вот левое шествие левого идеологического дискурса в минувшие десятилетия. Словно говоря, так сказать, триумф Black Lives Matter, так сказать, критическая расовая теория, все, что культивировалось в американских университетах и были, излилось на нас в прошлом году так сказать, с пониманием, что, оказывается, там царит антисемитизм, или о чем мы не догадывались, оказывается, он там происходит. Вот это все, в общем, надоело значительной части американского электора. Дело не в зашелом консерватизме, а в том, что все имеет свой предел. Словно, кто же спорит с необходимостью расового и гендерного равенства, когда концепция расового и гендерного равенства превращается в свое отрицание, когда маятник захватит слишком далеко, когда это уже означает, наоборот, неравенство по отношению к белым или гетеросексуальным отношениям, и призывы к репрессиям в их отношениях. Когда любой уже, так сказать, стал общим местом, что если ты поймался на коррупции, то, конечно, заявляешь, что ты черный или латиноамериканец, и, так сказать, это является универсальным оправданием того, что тебя прихватили не с висшей деятельностью, как, например, в случае председателя сенатского комитета Роберта Менендеса в прошлом году, а, так сказать, вот в связи с тем, что неизбывная американская белизна, это у байтнеса, она в любом случае носит дискриминирующий и репрессивный характер, что не так. Ясно, что трудно себе представить, что Роберт Менендес пострадал с того, что он латиноамериканского происхождения. Но он в таком роде политики разыгрывает и разыгрывает эти карты. Они доразыгрывались. Избиратель хочет, наконец, чтобы безудержному шествию этого всего был положен конец, чтобы это все вернулось в какие-то рамки, для которого он задушил полицейские. Но мы же помним, кто такой Джордж Флойд? Это преступник, который никогда в своей жизни не работал, наркоман. Жил он за счет собственных детей, их рожал для этого, для того, чтобы они получали детские пособия и давали ему деньги на наркотики. И всему, опять же, пожалеть Джорджа Флойда ради бога. Пролить над ним, но делать из него героя нашей эпохи. Вот это тот самый перебор, который возбудил Трампа как ктулху и призвал его на политическую поверхность после, казалось бы, финального поражения четыре года назад. Так, нас смотрят 18,5 тысяч зрителей и около 6 тысяч поставили свои лайки. Просьба все-таки большая. Мы 35, почти 36 минут в эфире. Ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Обязательно поставьте лайки. Ну и проверьте свою подписку на канал Фейгенлайф. Многие тут пишут, что проверяют и последнюю неделю ситуация стабилизировалась. Да, потому что мы продолжаем работать с администрацией Ютуба. Они периодически отключают алгоритм в отношении моего канала Фейгенлайф с тем, чтобы прекратить действия враждебных скриптов, которые работают на отписку подписчиков и так далее. То есть, это действия, безусловно, и, конечно, сторонних сил, конечно, Кремля. Ютуб к этому не имеет никакого отношения. То есть, мы не можем судить о том, что в Ютубе есть люди, которые действуют против моего канала. Для этого нет никаких оснований. А вот вмешательство в работу алгоритмов, да, это место имеет. И поэтому в моменты, когда включается алгоритм для проверки опять на вирусы, на скрипты, посторонние, значит, работы программы, да, ваша отписка прекращается. Но следите за этим. Лучший способ это подписка на канал. Для того, чтобы, если вас отписали, снова подпишитесь. Если, например, вы еще не подписаны, ну, от вас зависит, это вам решать, но подпишите хотя бы для пробы. Посмотрите, как это будет все работать. Ну, а мы продолжаем. У нас еще есть минут 13 поговорить, и несколько тем надо затронуть. Вот в контексте все-таки заявленной темы американо-центризм и американо-изоляционизм поговорим о Москве. Ну, как бы зеркальном отражении вот этой концептуальной борьбы позиций. Опять же, мы же огрубляем американо-центризм и американо-изоляционизм в чистом виде между Байденом глобальным, представляющим глобальную позицию, демократы всегда глобалисты, или там изоляционистом Трампом, это уже очень условно. Мы, естественно, значит, общими мазками берем именно эту доктринальную разницу, поляризуем сознательно, сознательно сталкивая эти две крайности. Но, все-таки, вот Москва, она считает ли Путин, считает ли Кремль, что они сейчас близки к некой победе, к некому результату за долгие годы, и в том числе два года войны, тому, чтобы баланс сил изменить в свою пользу. Потому что, иногда возникает ощущение, что самоуверенность достигает такой невероятной степени, что они уже начинают диктовать условия. Причем на широком пространстве и Европе, и Америке, и ООН, или еще кому-то. То есть, есть, появилась, во всяком случае, какая-то такая внутренняя убежденность, что с приходом Трампа они реализуют все свои цели и задачи. Почему еще? Потому что, ты верно сказал о том, что Трамп слишком самодельно заявляет о том, что он договорится. Понятно, что это предвыборная риторика, понятно, что это игра на повышение словесная, риторическая игра Трампа. Но я глубоко убежден, что он считает, но я приду к Володе, мы сядем, тебе 20, мне 80, отличный бизнес, вот мой процент, вот твой процент, мы же нормально все поделили. То есть, грубо говоря, его мышление девелопера и бизнесмена, оно определенно вступит в противоречие с некой глобальной, уже мессианской, мессианским сознанием Путина, который, но он себе его искусственно прокультивировал и считает, что все мое, 100 процентов и еще, пожалуйста, процент сверху. Вот приблизительно так Путин рассуждает в вопросах политики, это не вопрос денег, это вопрос чистых уже глобальных интересов. И вот этого до конца не понимает Трамп, именно поэтому я считаю, что они не договорятся. Тем не менее, все-таки Москва действительно считает, что она на взлете, что она на неком подъеме, в таком, значит, который позволит ей навязать эту повестку, в том числе, кстати, и Вашингтон. Да, Путин безусловно так считает. Вот ты начал с того, что является ли противостояние Америки Путина идеологическим доктринанием. И да, и нет. Скорее нет, чем да. То есть он не стал идеологизированным человеком от этого. Потому что для него это способ решения проблем безопасности. Для того, что Америка тебя не уничтожила, от нее надо отделиться. В том числе отделиться собственно от американских ценностей, о чем мы сегодня уже говорим. Потому что глобально американское доминирование совершенно не обязательно войска или база США на твоей территории. Глобально американское доминирование совершенно правильно. Это Макдональдс, это Тесла, это искусственный интеллект. Это все, что порождает Америка. И вот очередь в Макдональдс при его открытии, я сам ее не стоял в ней, правда, потому что она меня устрашила, но видел ее своими глазами на Пушкинской площади. Вот уже показывал, что такое доминирование Америки. Что поздний советский человек считал, что вот свобода, демократия, это и есть Макдональдс. И вот именно поэтому отделиться от Америки полностью на месте Макдональдса, сделать вкусную точку там и так далее. И все прочее. И забыть про все, забыть про все американские образцы, это и есть для Путина спастись от Америки. Потому что если под контрольной тебе территории нет американских ценностей в самом широком смысле слова, то возможности Америки диктовать тебе свою волю, свои условия наипаче свергнуть в себя существенно сокращаются. При этом, естественно, Путин не хочет быть одиноким в этом смысле. Он хочет войти в историю еще и обрушителем американо-центричного мира в целом. И здесь он отчасти прав, потому что мир не будет прежним, он не будет таким же, как 30 лет назад. Потому что Запад сам нуждается в существенном переосмыслении своей глобальной доктрины, свободный мир. Он должен понять, а как он дальше собирается противостоять тоталитаризму? На каких основаниях? На основаниях Джорджа Плэйда это не получится. Значит, моя твердая уверенность стоит в том, что это может быть только религиозные фундаменты, в частности, примирение и альянс основных авраамических религий, христианство, ислама и иудаизма. И в этом смысле соглашение Авраама имени Дональда Трампа очень важный позитивный прецедент, даже если Дональд Трамп этого смысла в них не вкладывал. Но само использование бренда Авраам для обозначения того, абсолютно правильно. Поэтому, разумеется, используя то, что в мире всегда много недовольных Америкой, а кто же любит лидера? Его не любит никто. Лидер всегда порождает огромное количество негативных эмоций. И, собственно, зависимость от лидера тоже источник эмоций. Ты не можешь отделаться никак от Америки. Вот уже и хочешь, но все равно в кармане у тебя смартфон находится, порожденный Америкой и являющийся символом американцентричного мира. Это раздражает и раздражает. И поэтому, хотя глобального юга никакого не существует, как не существует даже и БРИКС, что так вот, сколько бы Путин не складывал в ВВП стран БРИКС и не пытался доказать, что это больше, чем в ВВП стран Большой Семерки, это не имеет никакого ни смысла, ни значения, потому что Большая Семерка действительно вырабатывает правила игры, им в значительной степени следует, а БРИКС ничего не вырабатывает. Просто рыхлый конгломерат стран, у каждого из которых свои собственные интересы и практически нет ни общей идеи, ни общих проектов, не говоря о том, что их нет, не может быть на так называемом глобальном юге. Но сама нестабильность, ведь, собственно, вот вмешательство Путина, как и было, собственно, доказано спецпрокурором Робертом Мюллером в свое время, я согласен с этой точкой зрения, что вмешательство Кремля в 2016 году в выборы в Америке существовало, но его целью не была победа Дональда Трампа, а целью была хаотизация процесса. Вот точно так же, как для Путина важно, чтобы, опять же, отстоять свою изоляционистскую доктрину, важно хаотизировать мир в целом. Поэтому он так радуется войне на Ближнем Востоке, он радуется усилиям хуситов, которые вы там перерубили какой-то кабель. Какое огромное счастье. И уже, так сказать, в околокремлевских телеграм-каналах ползут версии о том, что теперь, когда хуситы так угрожают вырастить трафик через территорию Российской Федерации, наконец, РФ спецслужбу смогут контролировать весь информационный поток между, там, условно-синкопором и Берлином. И записывать не разговоры не только четырех генералов, один из которых неосторожно воспользовался Вебексом в Сингапуре, а вообще всех-всех-всех этим самым. Поэтому, да, и после того, как не удалось контрнаступление вооруженных сил Украины, и после того, как в рамках общей хаотизации началась еще война на Ближнем Востоке, и Америка отвлеклась на Ближний Восток, тут, значит, тут из-за Трампа и его союзников завис пакет помощи Украине в Конгрессе, да, Путин сейчас на очень такой мажорной ноте и позитивной волне. Он считает, что он побеждает, и он побеждает не только на полях сражений, а, собственно, он, вот, его клевреты затеяли во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, затеяли разговор, что опять, что нам нужна вся Украина, естественно, как рычаг давления. Соглашайтесь на меньшее, а то отберем все. Повышаем ставки для того, чтобы потом, так сказать, прийти к кому-то компромиссу. Но очередной виток угроз ядерной войны и вопли о том, что, так сказать, Германия непосредственно вовлечена в войну и, так сказать, фактически Германия возвращает свою вина на нацизм и так далее, это попытка протестировать, насколько Запад убоится всех этих угроз. Там в условиях крайне высокой, зачастую абсурдно высокой, о чем часто говорится в нашем сегодняшнем выпуске проекта ОМГ с Петром Залмаевым цены человеческой жизни на Западе, потому что ничто не может быть абсолютно в этом мире, кроме Господа Бога. Да, цена человеческой стоит очень высоко, но все равно есть нефигкие ценности, которые надо защищать, в том числе и с риском для этой самой человеческой жизни. А если ты не готов защищать эти ценности, то чего же стоит твоя эта жизнь-то, гробанная? В чем ты отличаешься просто от куска мяса на рынке уже, приготовленного к тому, чтобы тебя зажарили и съели? Вот это Путин все пытается проверить и протестировать, что у Запада размытый идеологический фундамент, Запад психологически слаб, классический западный человек из наших времен не готов умирать за свои ценности, а по Путину многонациональный РФ народ, стоящий на коленях перед Владимировичем Путином, готов. Более того, Путин уже больше года культивирует идеологию смерти фактически как главного смысла и содержания бытия человека в Российской Федерации. И что сказать, ну действительно, чего жить-то в России, смысл какой? Вот умереть, это совсем другое дело. И даже приличных денег российский обыватель может заработать только умереть за Путина, уж никаких других легальных возможностей стать хоть сколько-нибудь зажиточным у него нет. Поэтому, да, сейчас Владимир Владимирович в полном оптимизме будет оптимистично развивать эту историю, что он независимо от того, кто будет президентом США. Здесь он тоже не лукавит. И в общем все равно, он не верит, что Трамп пойдет ему на какие-то большие уступки, он просто радуется тому, что демократический истеблишмент, который так ему враждебен, не проиграет, это вызывает очень позитивную эмоциональную реакцию. Эту линию он будет продолжать независимо от того, кто у власти на Западе. Он просто исходит из того, что он неожиданно понял, что самый сильный лидер в современном мире это он. И он намерен это понимание эксплуатировать по полной программе. Ну, у нас остается буквально несколько минут, три минуты, может быть, немножко. Мы стараемся держаться регламента в 50 минут, и поэтому последнее, финализируя, собственно, обсуждение, оно легко косвенно связано с заявленной темой, но мы ей отдали известную дань, мы говорили о экуменизме Русско-Православной Церкви, обсуждали взаимоотношения Ватикана и, собственно говоря, РПЦ. Да, ну и вот видим последнее заявление отца Папы Римского, который, в общем, дальше даже прошел от своих прежних тоже неоднозначных заявлений относительно умиротворения агрессора Москвы и так далее, и как-то вообще неожиданно выдал опять такое, Барголья выдал такую какую-то совершенно еще дичь, на мой взгляд, в ней, ну, по-моему, она абсолютно с антологической точки зрения антирелигиозная, абсолютно, антикатолическая, но, то есть он не призвал к стоянию, там, за веру, еще чего-то, а, в общем, как бы отдаться насильнику, в общем, в конечном итоге как-то так это можно интерпретировать, хотя, опять же, есть варианты, но много уже таких разных, его разных заявлений было, что ты думаешь, какой процесс идет там, вот на, как говорится, десерт, давай это обсудим. А там идет процесс отхистарения, Хорхе Марию Бергольни, индивидуальный все-таки процесс. Он запомнил папу Францис, ну, потому что мы из Уссу Джозефа Байдена слышим много всякого, всякого странноватенького, да, вот только что он заявил, что мы не должны были входить на Украину, да, выяснилось, что он имел в виду Афгани, сам Ирак, а он перепутался с Украиной в очередной раз. А там уже демен. А недавно он встречался с Франсуами Тараном и Гельмотом Колем, как мы помним, по старому анекдоту про Леонида Ильича Брежнева, что Леонид Ильич принял британского посла за французского и имел с ним продолжительную беседу. Да, все-таки папа Бергольни на 6 лет старше за Французский Байден, ему уже 87. И там, возможно, со здоровьем не все в порядке, поэтому действительно про белый флаг он имел в виду не то, то есть разъяснения, которые потом поступили представители Ватикана, я стою им доверять, что он имел в виду, что надо приступать к переговорам. Но не будем забывать, что папа Французский иезуит, значит, соответственно, он следует классической иезуитской доктрине, согласно которой надо подлаживаться под обстоятельства. То есть нужно быть достаточно гибким, это сказать, вести диалог со всеми, а кроме того, папа Римский, он латиноамериканский иезуит. И это с ним останется навсегда, потому что в Латинской Америке США далеко не так популярны, а Владимир Ильич Путин как раз в достаточной степени популярен. То есть в этой части глобального юга, безусловно, и папа, в принципе, ведь папу Берголи избирали после такого махрового консерватора Карла Ратса, Йозефа Ратса для того, чтобы повернуться лицом вот к глобальному югу, условно, который, хотя и аморфный, но считал, что в Европе, в общем, католицизм стагнирует и сокращается, а вот зато в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии там все это дело нарастает, и нужен папа, который на дружеской ноге и на одной волне именно с этими слоями пасты. Учитывая, что, в общем, официальных католиков по-прежнему более миллиарда человек, это крупнейшая конфессия, хотя даже в Латинской Америке за время понтификата Папы Франциска за минувшие 11 лет количество католиков сократило в пользу протестантов, и это тоже глобальный тренд, что дела Ватикана не очень хорошо, они не очень хорошо, независимо от фигуры Папы, потому что вот эта иерархическая, тяжеловесная структура, религиозная, безусловно, устарела и не соответствует своеобразие текущего момента, и недавно Папа Римский говорил о том, что следующим понтификом будет Иоанн 24. Опять же, не очень понятно, что он имел в виду, но если он отдавался отчет в том, что он говорит, то это значит, что следующим понтификом будет большой реформатор, типа Иоанна 23, у нас ждет еще какой-нибудь очередной Ватиканский собор с очередным аджернаментом, то есть приближением ритуала рима католической церкви и определенных элементов приучения к современности. Это и так случится. Но сейчас Папа Франциск, он всегда занимал позицию достаточно плавать между различными центрами силы, быть настоящим классическим иезуитом, потому что мы даже быту называем, иезуитской позиции, он ее вполне и занимает. Я не думал, что он действительно призывал к капитуляции Украины, это он так очень неудачно сформулировал, но в то же время он и не является сторонником поражения Владимира Путина. Он готов находиться с ним в диалоге. Так, ну что же, весьма интересно, весьма любопытно. Мы благодарим всех зрителей, 21 тысяча человек, которые смотрели нас сегодня в воскресенье, почти с половиной тысяч поставили свои лайки. Спасибо всем огромное, мы почти две минуты в эфире. Пожалуйста, напоминаю, ссылки на это и разносите на канал в сетях группы. Поставьте еще раз лайки, те, кто еще не поставил, ну и, конечно же, подпишитесь на канал Фегин Лайф и на канал Светлана. Да, и на канал Светлана Пенковской с премьерами очередного праздника эпизода проекта ОМГ «Женское правление и гибель богов» и в ближайшем премьере очередного эпизода проекта «Киноагент» с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Промчей. Обязательно. Спасибо большое. Марк Захаревич, спасибо всем. Спасибо всем.